Приветствую вас, свой ответ я бы хотел разделить на два аспекта. Первый аспект касается явной обиды на вашу маму. То есть вы говорите, что она вам не помогала, вы говорите, что она говорила всем, что вы плохая, и вообще в вас отношения с ней явно не очень хорошие. Видно, что у вас обиды на свою маму, видно, что вы относитесь к ней достаточно предвзято. И, собственно, у вас говорят еще те самые детские обиды, которые, возможно, были у вас с самого раннего детства. Если так, то вот этот момент негативный, его желательно снять, потому что он вам будет мешать в дальнейшем. То есть мама-то, она все равно мамой аспект, но при этом личный конфликт, личные негативки, личные какие-то неприятные моменты, они вам ничего хорошего не принесут. И поэтому я рекомендую вам проработать детско-родительские отношения. То есть, вот вы пишете, значит, так, она вам не помогала, когда вам была нужна помощь. Почему она не помогала? Как она это объясняла? Что она говорила? Понимаете ли вы ее мотивы? Понимаете ли вы причины ее такого поведения? Дальше. Зря говорила своим знакомым, такая я плохая, такая сякая и так далее. Опять-таки, чем она руководствовала? Какие у нее были мотивы? Чего она хотела добиться? Понимали ли вы? И понимаете ли сейчас, чего она жила? Да. Так что, значит, вам говорила, что вы не на что неспособны, в тот же момент. Почему она это говорила? Понимаю, что вам кажется, что она пыталась вас унизить, она пыталась вас как-то задеть, и вообще негативно, достаточно была настроена в отношении вас. Но, может быть, все не так, может быть, все немножко по-другому, может быть, ситуация такая, что она так пыталась вас простимулировать, потому что вы на злой ей чего-то достигли. Да, это своеобразная политика, своеобразные отношения, но, тем не менее, иногда оно бывает, оно встречается, иногда оно имеет место, к сожалению, быть. И в этом случае, в таком случае, вам ничего не остается, кроме как принять свою маму и понять, что она вам желала в глубине души добра. Кроме того, ее позиция сама по себе, она ведь обусловлена ее какими-то совершенно очевидными личными страхами, личными какими-то целями, личными конфликтами и так далее. Она бы не генерировала негатив на других по отношению к вам и на вас со своей стороны. А значит, ее конфликты желательно выявить, понять, дабы вы поднялись над своим отношением к ней как ребенок в матери и посмотрели бы на нее как человек на человека. Она вам была бы гораздо проще. И еще было бы проще, если бы вы ее пожалели, потому что человек действительно достойный жалости с таким отношением к вам. И тем самым начали бы смотреть на нее сверху вниз и перестали бы реагировать на нее лично негативно. Дальше. Второй аспект касается, собственно говоря, того, что вы спрашиваете. То есть, как ей сказать. Вообще-то говоря, ваше полное право жить отдельно и вообще-то говоря, ваше полное право не жить с мамой. Не только потому, что она как-то себя вела по отношению к вам плохо, а просто. Ваше право как самостоятельного человека действительно один. И если вы этого хотите, то вас никто, ни ваша мама, ни кто-либо еще не вправе этого лишить. И вот именно так, лаконично, вам и нужно сказать вашей маме, прости, но я хочу жить сама. Прости, но я знаю, что ты будешь командовать. Прости, я знаю, что ты будешь стараться установить свои порядки. Мне этого не нужно. Моя семья и я не хочу, чтобы ты в нее вмешивалась на постоянной основе. Правду вы никак не смешите. Правду вы никак в данном случае не завуалируете. И чем лаконичнее и прямее вы скажете, тем лучше будет для вас. Да, ваша мама, возможно, обидится на вас. Ваша мама, возможно, будет реагировать негативно. Возможно, она будет проявлять этот самый негатив, но вы все знаете, что нельзя защищать себя, свои интересы и интересы своей семьи без недовольства других людей. Поэтому я надеюсь, что вы будете готовы к такой реакции. Обратите внимание, что вы в своем праве и что вы имеете, как бы, абсолютно все права на то, чтобы строить свою жизнь. И в данном случае вы имеете право защищать независимость своей семьи, защищать свой личный комфорт. Но при этом надо понимать, как защищать. Понимаете, если вы скажете своей маме все то, что написали здесь, она будет воспринимать вас как обиженного каплинного ребенка. Если вы скажете ей спокойно, так как сказал я, она будет воспринимать вас по-другому. Конечно, восприятие каплинного обиженного ребенка не денется у нее никуда, но будет меньше. И, соответственно, быстрее она поймет, что это ваш выбор, осознанный выбор, а не реакционное поведение на ее какие-то действия. Вот, в принципе, то, что я мог бы сказать вам, отвечая на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.